Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман. И сегодня я тебе расскажу и покажу, что находится внутри игровой компьютерной мыши и как она работает. До этим ролика мы очень сильно старались, поэтому не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Это будет очень сильно нас мотивировать. Ну а мы начинаем! Как вы наверняка знаете, первое, что мы видим и берем в руки, это непосредственно корпус игровой мыши. Но не стоит его недооценивать, ведь от размеров и формы самого корпуса зависит ваше удобство дальнейшей игры. Ну а самое интересное находится непосредственно внутри данного корпуса. И разобрав, что дорогую игровую мышь за 7000 рублей, что дешевую за 1500-2000 рублей, мы видим примерно одну и ту же картину. Первое, что нам бросается в глаза, это непосредственно печатная плата, на которой и расположены все другие элементы компьютерной мыши. Одним из самых основных элементов является сенсор мыши. Сам по себе сенсор принято разделять на две категории. Это лазерный и оптический, но данное разделение является немного неверным. На самом деле, сам по себе принцип работы компьютерных мышей, что лазерных, что оптических, одинаковый. В основе всего, конечно же, лежит сенсор. Сам по себе сенсор делает огромное количество фотографий в секунду. В современных мышках это больше 10 тысяч фотографий за одну секунду. Далее, эти фотографии отправляются на обработку и анализ непосредственно микропроцессору, который точно так же есть в современных компьютерных игровых мышах. Далее, после обработки данных фотографий микропроцессором, мышь отдает указание компьютеру, куда и насколько передвинуть курсор. Ну а различие лазерной и оптической мыши заключается непосредственно в принципе подсветке той самой поверхности, фотографией которой делает сенсор. Например, в лазерных мышках для контрастной подсветки применяется полупроводниковый лазер. Сенсор же настроен на улавливание соответствующей длины волны этого свечения. И данный луч лазера мы не видим. А не видим этот луч лазера мы только лишь потому, что сам по себе луч является инфракрасным. А оптическая компьютерная мышь в основе своей подсветки имеет светодиод. Но сам по себе светодиод в старых мышах был красный, а в современных он точно так же является инфракрасным. То есть его излучение мы не увидим. Вот вам наглядный пример. Это старая оптическая мышь, а это новая. В основе данной мыши лежит оптический сенсор, и в основе этой мыши лежит тоже оптический сенсор, только немного поновее. Но при этом всем подсветку поверхности здесь осуществляет обычный красный светодиод. Ну а здесь подсветку этой же поверхности осуществляет инфракрасный светодиод, излучение которого нам не видно. Но при этом всем в современных компьютерных мышках, что лазерный, что оптический сенсор одинаково точны. При этом всем оптических сенсоров сейчас стало намного больше. И их выбор и ассортимент куда разнообразнее. Во время изучения принципов работы сенсора, я подумал, если сенсор по факту является неким маленьким фотоаппаратом, то наверняка можно как-то получить снимки, которые делает этот сенсор. И что вы думаете? Начав гуглить этот вопрос, я наткнулся на один очень интересный сайт, на котором наш русский человек смог все же вытащить изображение с этого сенсора и показать непосредственно нам. Важным элементом, что в лазерной, что оптической мыши является линза, ведь именно она направляет тот самый пучок света под нужным углом, чтобы сенсор мог спокойно воспринимать и делать фотографии поверхности. Итак, с сенсорами и их видами, я думаю, мы разобрались. Ну а далее, те фотографии, которые сделал сенсор, отправляются на обработку в микропроцессор. И с совершенствованием мышей размер и мощность микропроцессора изменяются пропорционально. То есть размеры становятся меньше, ну а вычислительные способности данных процессоров становятся намного больше. При этом всем в некоторых мышках есть даже встроенная память. Скорее всего, она встроена точно так же в этот микропроцессор. Нужна она для того, чтобы запоминать те настройки, которые вы задали своей мыши, и при переподключении настройки не сбивались, а оставались непосредственно внутри самой мышки. Еще одним элементом, который есть в каждой мыши, является микропереключатель, или же в простонародье микрик. Микропереключатель регистрирует ваше нажатие, неважно, основные это клавиши или же боковые. Нажимая на клавишу, вы нажимаете вот на этот вот маленький микропереключатель. Если в вашей мыши есть колесико, то работает оно за счет механического энкодера этого колеса. Само по себе колесико в основном бывает 24-позиционное, и работает оно примерно по такому принципу. Есть одна пластина с изгибом, назовем ее контактом. Есть вторая пластина, круглая, которая начинает вращаться во время прокрутки колеса. И на второй пластине есть 24 таких же изгиба, таких же контакта. И во время соприкосновения этих контактов, контакт замыкается. Мышь понимает, что вы сделали один прокрут, и отдает указание уже компьютеру, который непосредственно опускает страничку, ну или же совершает какое-либо действие, ровно один раз. И для полного прокрута колеса необходимо сделать таких маленьких прокрутиков 24, если ваш энкодер и ваше колесо 24-позиционное. Помимо этого на плате есть множество контактов и вот таких вот шлейфов. Эти шлейфы обычно соединяют либо боковые клавиши, либо верхние. Точно так же такие же шлейфы отходят у нас и к подсветке. То есть данными шлейфами соединяются дополнительные платы, на которых расположены либо светодиоды, либо дополнительные микропереключатели. Ну и завершающим элементом является USB кабель. Он обеспечивает как передачу информации, так и питание данной мыши. Подводя итог этого видео, получается, что тот грызун, которым вы пользуетесь почти что каждый день, на самом деле не такой уж и простой. Ведь в вашей мышке наверняка расположен маленький скоростной мини-фотоаппарат, мини-компьютер и при этом всем куча других различных шлейфов и светодиодов. Ну а на этом все. Надеюсь, что данный ролик тебе понравился. Ты поставишь лайк и подпишешься на канал. Но меня по-прежнему зовут Арсений и ты был на канале Игроман. Всего тебе самого наилучшего и до скорых встреч. Пока-пока, скоро увидимся.